Добрый вечер, Хасай. Поздравляю вас сегодня с первым ноябрем. О, я тебя тоже поздравляю. Привет, привет. И всем привет, кто нас смотрит и слушает. У нас маленький сериал получается, да? Мне таблички написали в школе Хомофутуру, человек будущего. Это так здорово, это так здорово. Я вас даже очень поддерживаю, как у вас получается, вот это как сериал, но я очень рад, конечно. Да. Но еще меня попросили там кое-что показать, и я могу, конечно. Это как будто правый и левый полушарий общается. Правильно ты говоришь, правильно. А вот я вот картину вот и вижу, а вот, да, а что у девушки? А тоже традиции, которые ты мне сказал с самого начала, какую-нибудь, чтобы я свою картину ставил, я еще дописываю. Слушай, здесь было светлое, солнце оттуда, а здесь потом опять темное, потом опять светлое. Я все время ищу, ищу концепцию, она очень-очень-очень-очень даже, ты понимаешь? Но я ищу, еще и там солнце за ним сделать, за ней и за ним, потому что как только я чуть-чуть меняю интонацию, то и юноша появляется, да и девушка появляется. А у тебя вопрос был какой? А что у нее вот в руках? Свеча, свеча. У меня сначала было так, там солнце, солнце, и здесь элемент солнца. То есть вот этот резонанс, свет-свет, понимаешь, что свеча – это огонь, огонь, из чего, собственно говоря, первобытный человек сделался цивилизованным человеком, научился разжигать огонь, правильно, да? По существу это отголосок солнца, который нас греет, который нас создал, огонь, да? А потом я вот не знаю, как сделать. Сделать это солнце, тогда пропадает некий шар, зато появляется эта философия. Ну, короче говоря, я доделаю. Там много чего интересного, да? Вот, я вот хотел из первых вопросов задать, а вы знаете, как снимать боль? Боль? Да. Ну, конечно, если бы я не знал, как снимать боль. Слушай, давай так сделаем, в следующий раз я покажу наглядно, чтобы это было. Давайте. Как я внутри у себя снимаю, потому что… Это в следующем ролике, да? Я просто наглядно покажу, вот возьму какую-нибудь иглу такую, там, от шприца, или что, вот так – раз, и вот так – раз. Просто я не был готов к этому вопросу. Ну, просто это не для того я покажу, чтобы все начали так делать, ни в коем случае. Я просто объясню механизм саморегуляции, как это делается, как перестраивается реагирование на болевые, на физическую боль и на душевную боль. Как человек выходит из состояния перенапряжения на состояние благодействия, когда ему все подано. Что вот так делают, что вот так делают. Ну, короче, я покажу просто в следующий раз. Ага. В то время многие журналы о нем писали. Он был психологом, и он был актером. По-моему, Владимир Владимирович. Я его так точно не помню. Но я его знал. Почему? Потому что я-то был помоложе. Вот. Я когда занимался гипнозом, исследованием гипноза, еще студентом, потом после института, я к нему как-то приезжал, смотрел, я увидел просто ужасную вещь. Там сидела тетенька, она была медсестрой, и она ела кефир с булкой. И сидели дети, и она им по тексту Райкова говорила, вы засыпаете, вы засыпаете, ела эту булку с кефиром. Ну, дети, конечно, засыпали. Но Райков чем был молодец? Почему его все знали? Потому что он внушал этим детям, что они гении. То есть он им сразу говорил, вы гении. Вот это была его находка. Я не знаю, в то время это он взял из каких-то источников зарубежных или сам придумал, но это гениально. Вот это его плюс, что он там не мелочился, он не говорил, вы будете лучше рисовать. Не, он сразу говорил, вы гении. В этом смысле Кашпировский тоже молодец. Он не мелочится там в залах этих больших. Он просто сразу говорит, вы будете здоровы, вы будете читать целую кучу там телеграммы. У них создается образ, он этот образ увеличивается, увеличивает. Потом на пару минут вводят их в транс. Они друг друга тоже заряжают, потому что это массовый, как говорится, психоз массовый. Они в транс ходят. Ну и все этот образ высокой цели, они многие выздоравливают. Просто беда, беда их обоих в том, чтобы они не поняли, что человек это может делать сам. Он может у себя и планку цели поднять, и снять барьеры, снять зажимы, выйти на это высокое состояние. Я гений, я решил, вот я же делаю картину. Любой человек так может. Каждый человек гений. Каждый человек шкулька. Каждый человек шахматист. Каждый человек математик. Каждый человек физик. Каждый человек лирик. Каждый человек поэт. Каждый человек спортсмен. Каждый человек чемпион. если, если, он начнет снимать у себя внутренние стереотипы, страхи, блоки, выходить на состояние полета, ну, я тебе, знаешь, что скажу, вот мне, я сегодня, это у меня, как называется, волшебное зеркало, читатель мой и друг мой в другом месте совершенно, с которым я надеюсь, когда-нибудь встречусь, ну, там много у меня в школе, человек будущего хомофутуруса, вот написал письмо, я не могу не поделиться, я ему привет передаю, имя не называю, потому что я не договариваюсь, и согласование имя не надо. Учитель, здравствуйте, некоторое время отсутствовал, скучал за вами, не хватало ваших постов и видео, но зато у меня теперь есть ваши книги, метод ключ, открой свой мир, включи свои резервы, ну, были у меня такие книги, у меня же много, еще будут две книги, но кто-то ему обещал, название, правда, не сказали, но я от одной этой книги радовался, как ребенок, сейчас читаю, вот я привет передаю, привет передаю, имя не называю, потому что он мой друг, потому что мы дружим с такими людьми, которые читают мои книги, которые пользуются тем, что я даю, потому что это им помогает, я их не вижу, я их не знаю, вот, они сами пользуются методикой, сами все делают, вот это самое главное, этого не было ни у Кашпировского, ни у Райкова, ни у кого там и так далее, так, дальше, прочитаю, вам расскажу об очтениях после прочтения, ну, книга захватила меня с первой страницы, очень понравились картины, Ангел Трубач, Волшебный цветок, Райская, мне так приятно было это читать, и сейчас приятно читать, поэтому спасибо, я вам вот тут машу рукой, разглядывал, и прямо, прямо они все магические, я прямо кайфанул, а он здоровый парень, военный парень такой, ты знаешь, он такой еще там, это, боевое искусство, и он еще там, ну, много чего, не буду сейчас рассказывать, ну, молодец, короче, так, и прямо кайфанул, разглядываю их, прямо ощущение, как в разгрузке, очень хорошее, от них ощущение такое интересное, я, кажется, даже немножко прочувствовал, как вы писали, взгляд сам начинает расфокусироваться, он пишет после некогда, как вы там стояли и потирали подбородок левой рукой, трубку так держали, у него образ возник, как я это задумчиво писал, ну, понятно, потоки находились, вот видишь, он как правильно определяет, да, еще раз привет, еще раз привет, я тоже ему помогаю, привет, ну, честное слово, ну, молодец такой, ну, такой, знаешь, серьезный человек, у него семья, там, и все это, подожди, я отвечу на, извини, пожалуйста, ну, все время, алло, бывают такие моменты, быстрее, пожалуйста, да, Коленька, извини, буквально через пять минут у меня видеозапись идет, Коленька, я тебя обнимаю, буквально, ага, спасибо, да, 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 извини, извини, я сейчас, ага, да, это тоже очень, очень такое, ну, тоже имя не называют, ну, короче говоря, все физкультурники страны через него проходили, ну, такой большой, и ученые одновременно, ну, ладно, так, дальше поехали, значит, вы стояли, потирали подбородок левой рукой, трубку так держали, потоки находились, это прямо чувствовалось, у самого подъем начинается, у него, у самого подъем начинается, картины ваши исцеляют, это я знаю точно, в первую очередь, душе помогает, благодарю вас, учитель, хочу, чтобы вы и дальше творили, обнимаю вас, о, поэтому я зачитал это письмо, чтобы моему другу, который находится там, совсем далеко, которого я никогда не видел, обнять его через экран, через интернет и сказать спасибо тебе большое, то хотите все это время превел душу, ну, конечно, вот мы люди, мы должны быть, помогать друг другу, душевно поддерживать, конечно, если я методикой свою, не только картинами, мне этот мой чем хорош, он заменяет Тройкова, Кашпировского, заменяет всех и вся во всем мире, я просто еще раз похвалюсь, такого метода нету, да, такого метода нету, И поэтому мы с тобой то, что затеяли, я очень рад. По кусочку, по кусочку, по кусочку, по кусочку. Мы будем в такой живой форме выдавать. Люди будут брать, у них пазлы сойдутся, и у каждого создастся свои целостные картины понимания, что за методика, потому что она простая и очень быстро работающая. И вот по традиции, какой вы сегодня можете показать методику какую-нибудь еще? Какой-нибудь прием, да, о том, что я в прошлый раз показывал левитацию руки, да? Да, левитация руки, а сейчас какой-то новый. Сейчас я тебе скажу, пожалуйста, пожалуйста, хочу, чтобы все узнали, чтобы все узнали, любое сознательное моделирование того, что бывает у человека в гипнозе, любое сознательное моделирование в виде упражнения или приема вызывает переход в другое состояние, где ты совершенно можешь и обезболиваться, и настраиваться, и раскрепощаться, и входить в поток, и так далее. Любое. Вот, например, в гипнозе известно такое понятие восковидная гибкость. Не только вот эта вот левитация. В восковидной гибкости еще известно о деревенении руки. Не только подъем руки, левитация руки, а каталепсия руки. О деревенении. О деревенении. О деревенении. Вот я ее раз, и она у меня одеревенела. Вот я показываю прием, пожалуйста. Ну, чтобы это получилось, чтобы это получилось, и зачем это нужно? А потому что в этот момент, пока я это делаю, я думаю о своем желании, что же я хочу, чтобы после этого было? А я себе так делал перед тем, как с тобой вот разговаривать, выступать, да? Я себе так сделал, и в этот момент думаю, когда она деревенеет, когда она деревенеет, я думал, вот, Алексей сейчас выйдет со мной в игре записываться, и мы с ним проведем самую интересную встречу, что я там найду, что сказать, чтобы для каждого и для всех было интересно. Я внимание свое в этот момент заполнял не тем, как она деревенеет, внимание всем, не тем, как она деревенеет, а тем, что я хочу после этого. И она у меня при этом распоряжение внимания одеревенела. Деревенела. Видишь, какая осталась? На ней можно повиснуть, и на ней можно повиснуть, и она будет деревянная. Вот второй маленький приемчик показал. А теперь я отпускаю, 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 отпускаю. Поэтому сегодня я такую встречу с тобой провожу, и тебе про это рассказываю, еще всем привет передаю, потому что сразу, видишь, у меня после этого, как для встречи с тобой, я так сделал, помечтав на этом фоне одеревенение о том, что я хочу, чтобы после этого мое желание исполнилось, что я вот такой прекрасный, дарующий, как солнце, то оно все пошло в потоке, видишь? Вот еще один прием. То был прием левитации, легкости, невесомости, а этот прием был одеревенение. Ну, два противоположных приема. Хочу, чтобы вы все поняли. Неважно, какой прием, а важно то, что вы сознательно делаете то, что обычно бессознательно происходит у людей в гипнозе. То есть вы берете этот кусочек, осознанно его делаете, и получается упражнение круча. Вот оно в чем дело. Ну ладно, в следующий раз я объясню. Это очень мощное, это очень мощное. Я понимаю это, о чем это все. Я понимаю этот вещь. Ох, это вообще тоже мощный инструментик, мне понравилось. А я еще потом так левешек покажу, от которых просто все обалдеют. Ну ладно, давай, спасибо тебе. Да, все. До встречи. Да, все, спасибо. Сегодня была очень прекрасная встреча. Всех мы целуем, обнимаем. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, делитесь со своими друзьями. И всем мира и добра. А, ты мне скажи, для чего делиться со своими друзьями, для того, чтобы наша школа расширилась. Да. И чтобы такие простые вещи, которые я только могу и сказать, больше никто так не объясняет. Да. Чтобы все узнали, и чтобы их меньше обманывали. Да. Чтобы они лучше понимали, что на чем устроены, разные методы, и как снимать страхи, и как снимать боли, и как снимать паники, и как настраиваться к встрече. Чтобы все знали. И мир тогда сразу станет чище и лучше. Да. Все. Ну все, давайте, вы на связи. Ладно? Все. Спасибо, до встречи. Спасибо.